По прогнозам Минздрава ожидается увеличение болеющих гриппом. В январе-феврале прогнозируется пик заболеваемости. Статистика может быть даже выше прошлогодней. Будут циркулировать различные вирусы, которые входят в состав вакцин для взрослых и детей. Сама прививочная кампания продлится до декабря. Более 50 тысяч тонн картофеля вырастили в Шкловском фермерском хозяйстве «Диана». Оно лидер не только в Могилёвской области, но и во всей Беларуси. Главный сорт – гала. Урожайности можно позавидовать 500 центнеров с гектара. Отечественный продукт отправляется не только на внутренние рынки, но и в Македонию, Сербию, Молдову и Азербайджан. Белорусские электробусы хотят везти на курортах России. В планах активная работа над масштабной программой по внедрению современного транспорта. При соблюдении всех условий в дружественной стране это может стать первым проектом использования электромобилей в зонах отдыха. Бобруйский госполком предоставляет жилые помещения арендного пользования. С перечнем квартир можно ознакомиться на официальном сайте. Приём заявлений осуществляется с 22 ноября по 6 декабря включительно по адресу Ленина 1, кабинеты 101-102. Продукция красного пищевика завоевала на Минской продовольственной ярмарке главную награду Гран-при. Также кондитерская фабрика получила золотую медаль и почётное звание «Открытие года». Такого внимания удостоились мармелад, драже и жевательный зефир со вкусом баблгам.